ДИФРАКЦИЯ СВЕТА На предыдущем уроке мы с вами изучали дифракцию механических волн. Это явление также относится и к электромагнитным волнам, в частности для света. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА – это отклонение света от прямолинейного распространения или огибание светом препятствий. Мы наблюдаем дифракцию света на этих картинках. Используя принцип Гюгенса, французский физик Агустен Фринель дополнил принцип Гюгенса, который звучит таким образом. Каждая точка любой воображаемой поверхности, окружающей один или несколько источников света, является центром вторичных световых волн. Он рассмотрел это и дополнил, что волны интерферируют друг с другом, и интенсивность света в любой точке пространства есть результат интерференции этих вторичных волн. На рисунках вы можете наблюдать огибающие вторичных волн и интерференцию вторичных волн. Каковы же условия проявления дифракции? Для того, чтобы дифракция наблюдалась, на примере механических волн мы говорим о том, что длина волны должна быть соизмерима с размерами преграды или меньше длины волны. Но немного сложнее со светом. И для того, чтобы дифракция наблюдалась для света, необходимо, чтобы размеры препятствия были соизмеримы с длиной волны света. И поэтому, значит, эффект дифракции становится ясновидным только тогда, когда ширина щели очень мала, в пределах от сотых частей миллиметра. Также дифракция наблюдается на большом расстоянии от препятствия. Размеры, как я уже говорила, препятствия меньше длины волны. Дифракционную картину можно наблюдать, если на пути света можно поставить нить. В данном случае рассмотрим опыт. На оптическую скамью поставим лазер. На пути лазера поставим две оптические линзы, собирающие для более лучшей фокусировки света. И на экране мы увидим простое светлое пятно. Но если мы поставим диск на пути света с нитью, то мы можем увидеть следующие картины. Вместо тени от нити мы можем наблюдать дифракционную картину, где темные полосы, это минимумы, чередуются со светлыми полосами, это максимумы. Рассмотрим следующий опыт, дифракционную картину от щелей. Вместо нити мы подставим тонкую щель. В результате мы будем наблюдать размытое пятно. Если мы диаметр щели будем уменьшать, то более получим четкую картину, где светлые полосы будут чередоваться с темными промежутками. Здесь более яркая светлая полоса. Далее идут менее яркие светлые полосы. Если рассматривать это на рисунке, то в центре будет находиться главный максимум. Это и есть яркое пятно. Далее мы видим, что амплитуда колебаний света уменьшается. И, соответственно, становится все меньше и меньше. Для объяснения этого опыта мы можем использовать механические волны. Для этого нужно, чтобы длина волны была соизмерима с шириной щели. Если рассматривать следующий рисунок, то лямбда – это длина волны. L – это расстояние от щели до экрана. S – это расстояние от центра картины до первого минимума. И D – это диаметр щели. Щель находится на расстоянии L от экрана. Так как ширина щели D намного меньше L, то мы можем рассматривать два подобных треугольника. Малый и большой. Из этого подобия треугольников мы можем построить отношение. D относится к лямбда, как S относится к L. Из этого отношения мы можем найти, чему равняется S. S равно D умножить на L и делить на лямбда. Значит, в центре мы можем наблюдать большое светлое пятно, ширина которого будет больше всех остальных светлых полос. Далее, дифракционную картину мы можем наблюдать и от круглого отверстия. Заменим щель круглым отверстием. Здесь, в данном случае, будем наблюдать светлые полосы, которые распространяются по всему пространству. Дифракционная картина от круглого отверстия. Здесь, в центре, яркое пятно, окруженное более слабыми светлыми кольцами. На этом рисунке вы можете пронаблюдать, как получается дифракционная картина от круглого отверстия. Данный опыт можно объяснить, используя метод зон Фринеля. Для объяснения данного опыта мы можем применить метод группировки вторичных источников, который придумал Фринель. Это простой и наглядный метод группировки вторичных источников для объяснения особенностей дифракционных картин на простых объектах. Зоны Фринеля – это множество когерентных источников вторичных волн, максимальная разность хода между которыми равна лямбда пополам. Для объяснения результата дифракции необходимо посмотреть, сколько зон Фринеля укладывается в отверстии. При амплитуде результирующего колебания должны выполняться следующие условия. Условие минимума. Когда на отверстие укладывается четное число зон, то в точке наблюдается минимум – темное пятно. Условие максимума. Когда на отверстие укладывается нечетное число зон, то в точке наблюдения возникнет максимум, то есть светлое пятно. Амплитуда результирующих колебаний в первом случае приблизительно равна нулю. Амплитуда результирующих колебаний во втором случае равна амплитуде первой волны – А1. Дифракционные решетки. На картинках вы можете наблюдать дифракционную решетку. Дифракционная решетка представляет собой спектральное устройство из системы узких щелей, которые расположены близко друг к другу и параллельно друг к другу. Если параллельные лучи света падают перпендикулярно дифракционной решетке, в фокальной плоскости объектива под углом φ к экрану наблюдаются дифракционные максимумы. Условия можно записать следующей формулой. D умножить на синус φ равно К лямбда, где К – это число 0, 1, 2, 3, и это порядковый номер максимумов. На рисунке вы можете наблюдать дифракционную картину от белого света. Если на дифракционную решетку падает белый свет, то дифракционная картина состоит из нескольких спектров от красного до фиолетового, разделенных темными полосами. Для наблюдения дифракции отверстия должны быть приблизительно равны длине волны света. Здесь мы наблюдаем полосы первого, второго и третьего порядка справа и слева. Применение дифракционных решеток. Дифракционные решетки применяются в спектральных приборах. Они используются для изучения состава света. Также дифракционные решетки используются для классификации света по спектрам и для определения длины волны света. Сегодня на уроке вы научились объяснять дифракционную картину от нити, щели, круглого отверстия, используя теорию Фринеля, согласно которой каждая точка любой воображаемой поверхности, окружающая один или несколько источников света, является центром вторичных световых волн. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова